друзья приветствую вас на канале шита крыта здесь вы узнаете об энергетике и проверенных приметах на каждый день года 11 декабря понедельник 28 лунный день в убывающей фазе символ дня лотос по народному календарю сойкин день в честь яркой и небольшой птички которую на руси считали вещуней в этот день люди гадали на будущее а также проводили различные обряды чтобы привлечь удачу православная церковь отмечает память епископа русской церкви феодора симоновского духовного наставника дмитрия донского также сегодня международный день танго и день борьбы с бронхиальной астмой согласно поверьям в понедельник нужно попросить у соседей соль или перец либо денег взаймы тогда вся неделя будет прибыльной но не вздумайте считать деньги спиной к луне потеряете свою удачу а если чихнуть в понедельник на неделе обязательно что-нибудь подарит есть и другие приметы на сегодня которые помогут вам привлечь удачу а также избежать неприятностей в этот день чтобы узнать больше досмотрите это видео до конца 28 лунный день день солнца символ дня лотос это один из самых светлых и чистых дней лунного месяца в этот день важно сохранять мир и гармонию в душе и окружающем мире нельзя нарушать покой природы рубить деревья это время когда все живое нуждается в защите день солнца также благоприятен для начала важных проектов ремонта работы с недвижимостью но неудачный день для шопинга старайтесь не покупать товары в рассрочку в этот день может возникнуть напряженность в общении с руководством а также есть опасность необдуманного риска сегодня лучше избегать больших скоплений людей для привлечения любви и гармонизации отношений можно окурить спальню благовонием лилии также рекомендуется носить украшения с камнями обладающими легкой и тонкой энергетикой например с аметистом или аквамарином хорошо зажечь золотистую свечу это принесет вам социальный успех и повысит самооценку лучшие цвета для одежды в этот день ярко красный и строгий черный они помогут вам привлечь внимание и подчеркнуть свою индивидуальность в качестве аромата можно использовать шалфей или горькую полынь они помогут вам обрести внутреннюю гармонию и спокойствие талисманами этого дня являются топаз турмалин железо и бронза они помогут вам достичь успеха в делах и сохранить хорошее настроение в этот день рекомендуется употреблять постное мясо каши острые и горькие приправы пейте клюквенный морс с медом и ограничьте себя в потреблении пищи не рекомендуется посещать парикмахерскую в противном случае прическа не будет идеальной сегодня можно заняться очистительными процедурами хорошо принимать любые водные процедуры но не более 10 минут кожу можно очистить рассолом квашеной капусты после этого ополосните ее прохладной водой и нанесите нежирный крем или оливковое масло луна в знаке скорпиона это время когда сексуальное желание достигает своего пика это время страстной и ненасытной любви не бойтесь проявлять свои чувства и желания и вы получите незабываемые впечатления в этот день рекомендуется заняться влажной уборкой и стиркой это поможет вам очистить свой дом и душу от негатива в этот день можно провести ритуалы по возвращению долгов и решению вопросов связанных с недвижимостью также можно задавать любые вопросы в гаданиях и выполнять любые магические действия друзья у меня простая просьба если данное видео полезно для вас не поленитесь нажать кнопочку нравится оставить комментарий и подписаться чтобы не пропустить новые выпуски на руси этот день посвящен яркой и небольшой лесной птички сойки эта птица с ярким оперением которая умеет подражать голосам других птиц она может издавать самые разные звуки от стука топора до человеческого голоса наши предки верили что сойка является птицей предвестницей счастья если в этот день сойка прилетит к окну и станет у него кричать то это добрый знак человек должен последовать за этим пернатом существовало поверье что сойка может указать путь к счастью сойка птица счастья указывая на нее пальцем можно спугнуть ее и лишить себя удачи на руси верили что сойка птица которая может предсказывать будущее поэтому 11 декабря день сойки считается особенно удачным для гадания наши предки гадали в этот день на деньги любовь и судьбу одним из способов гадания было гадание на фасоли для гадания нужно было взять горсточку фасоли и разделить ее на три кучки каждая кучка символизировала определенную сферу жизни здоровье работу и личную жизнь затем нужно пересчитать фасолины в каждой кучке если число четное то все будет хорошо если нечетное жди проблем также в сойкин день было принято читать заговоры на удачу и благополучие заговор для изобилия в доме возьмите три зеленые свечи и домашний веник в полночь сядьте за стол и зажгите свечи пока они горят подметите свое жилище соберите мусор в пакет и держа его в руке произнесите мусор выброшу безденежье уйдет и удачу наговор завлечет не забот не хлопот только деньги здоровье и любовь в мой дом заходите аминь 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 после того как вы произнесете заговор положите потушенные свечи в пакет с мусором а утром выбросьте его при этом представляете как все плохое что было в вашем доме уходит вместе с мусором сны с 10 на 11 декабря могут быть вещами сегодня они могут показать нам те сферы жизни которые мы игнорируем или в которых у нас есть долги например если во сне вы увидели человека перед которым вы в долгу то это знак того что вам нужно разобраться с этой ситуацией или если вы увидели что ваша квартира в беспорядке то это означает что вам нужно больше внимания уделять своему дому и семье сны этой ночи также могут быть указателями если вы перед сном зададите себе вопрос который вас волнует то во сне вы можете получить на него ответ важно прислушаться к своей интуиции и правильно интерпретировать увиденное чтобы сон сбылся важно соблюдать спокойствие и душевное равновесие в течение дня также не следует никому рассказывать о своем сновидении в народе считается что есть вещи которые нельзя делать в определенные дни чтобы не накликать беду и так сегодня 11 декабря нельзя давать что-то из дома соседям дом это место где хранится семейное счастье сегодня отдавая что-то из дома можно расстаться с семейным счастьем снег это символ чистоты и добра в этот день затаптывать снег значит оттолкнуть от себя удачу и благополучие существует примета что если взять в ладони горсть свежего снега и нашептать на него свое желание а потом подбросить снежок вверх при этом надо постараться попасть под него то желание обязательно сбудется нельзя сегодня незамужним девушкам ходить с распущенными волосами распущенные волосы это символ незамужней девушки ходя с распущенными волосами девушка может отпугнуть потенциальных женихов и долго не найти любовь сегодня не рекомендовано перебивать старших иначе накличешь на себя проблемы лучше выслушать их а потом высказать свое мнение не стоит давать подаяние монетами можно счастье свое вместе с деньгами отдать тот кто появится на свет в этот день будет благословлен долголетием и счастьем они могут добиться больших успехов в жизни им следует носить опал который является символом успеха и удачи наши предки обращали особое внимание на приметы они верили что зимой формируется погода которая определяет погоду на лето холодные сухая погода зимой может быть признаком того что лето будет засушливым и жарким если на улице резко потеплело то это может быть предвестником похолодания вороны это птицы которые очень чувствительны к изменениям погоды они могут предсказать снегопад или другие погодные явления задолго до того как это почувствует человек если вороны сидят на нижних ветках деревьев к ветру а если вороны в небе устроили хоровод то это может быть к снегопаду если гуси крыльями часто хлопают это признак грядущего потепления друзья поделитесь впечатлениями что нового для себя узнали если видео вам пригодилось поделитесь ссылкой со своими друзьями ваша поддержка очень важна для меня жду вас завтра на канале шито крыто а а а